Добрый вечер! Здравствуйте! Итак, ваш фестиваль – такое отдельное явление, насколько я уже успела понять. Давайте сначала расскажем основные какие-то отличия его от других фестивалей. Во-первых, мы показываем до сих пор эдакий бескомпромиссный авангард. То, что мы представляем на фестивале, эти артисты и группы, они всегда приносят какую-то инновацию в области современного танца. Вернее, в области пластического театра. Просто это словосочетание «пластический театр» в русском языке имеет какой-то немножко другой оттенок. То, что мы показываем, это театр движения в любом случае. А ближе это к танцу или дальше это от танца, это зависит от каждого конкретного спектакля. Давайте мы сейчас так на пальцах попытаемся объяснить. Конечно, очень сложно от танца говорить словами, но попробуем, тем не менее. То есть даже в самом названии заложено слово и тело, а в вас не используется музыка. Бывает, что используется. Но она не основной элемент. Пожалуй, что да. Все ваши композиции основаны на каком-то литературном тексте, стихотворном, празаическом. Во-первых, они основаны, конечно, на теле, на танце, на движении, на действии. Я бы сказала, что, как сказала Великая Пинобауш, танец начинается там, где кончаются слова. Так вот, мы настолько, пожалуй, в такой делаем странный, своеобразный жест, что мы делаем еще один шаг опять к слову. То есть уйдя от слова к телу, где ты делаешь то, что не можешь высказать словом, и потом опять поймать это слово, чтобы оно вернулось, чтобы оно пришло. Самое важное слово, глубокое слово. И именно поэтому очень часто мы основываемся на литературном произведении. У нас нет такого вот именно строгого критерия, что именно на литературном произведении. Это может быть любой текст, это может быть стихотворение, это может быть даже азбука. Мы показывали проект шведов, где они сделали азбуку из своих движений. Очень интересный, очень красивый и своеобразный перформанс. И потом эта азбука может быть использована как шрифт, на ней можно прямо писать в компьютере. То есть это может быть буква, это может быть просто даже отдельное слово, которое изучается телом. Когда мы при помощи бессловесного можем сказать о слове что-то еще. Ну вот фестиваль ваш международный, то есть, соответственно, коллективы, участники приезжают из разных стран. То есть вот это слово, оно должно быть понятно всем. Я понимаю, что ваша задача как раз именно через жест донести какой-то смысл, да, и через пластику тела донести этот смысл. Но тем не менее, каким образом именно сам текст литературный делается понятно всем? Это не даже не столько через жест, это скорее, как есть слово, есть еще слово, и есть смысл, который стоит за ними. Вот этот самый смысл мы пытаемся перенести, продемонстрировать, преподнести, независимо от того, на каком языке сказан этот текст. То есть принести то, что стоит за словом, и, может быть, вернуться к слову опять. Вот так сложно. Если немножко углубиться в историю, вашему фестивалю уже, ну, еще нет 10 лет, но почти уже 10 лет. Но я так понимаю, что вообще сама история вот этого современного авангарного такого вида искусства, она гораздо глубже, корнями уходит. Да, да, конечно. Дело в том, что в Советском Союзе существовала школа пластического театра и пантомимы. Очень богатая и очень разнообразная. Существовали прибалтийские театры пантомимы, например, Кауновский театр пантомимы, просуществовавший с 1968 по 1972 год, который руководил легендарный уже мудрист Тиннисон. Он жив и сейчас, живет в Риге, занимается несколько другими делами, хотя… Он так недолго просуществовал. Да, он оказал огромное влияние на умы и на фантазию тех, кто занимался пластическим театром. Потом разные прибалтийские театры пантомимы приезжали в Ленинград на фестиваль пантомимы, который проходил во Дворце молодежи. Ну, еще кроме того, вся интеллигенция творческая, которая занималась пластическим театром или сочувствовала ему, с большим интересом относилась к московскому театру пластической драмы Гидроса Московичеса. И вот это тоже существовало. Мы не можем сказать, что мы этого не знаем. Кроме того, еще и такие театры пантомимы, такие, такие, такие. Я сама занималась пантомимой Вадима Михеенко в студии Терромобиле в Ленинграде, потом уже в Санкт-Петербурге. То есть вы именно тоже занимались таким выражением слова в движении танца? Да, но, собственно говоря, мы искали смысл, который, можно сказать, без слов. И у нас это получалось так же, как это получалось и у других, у тех, о которых я говорила. Это было очень ярко, это было безумно интересно. Это было безумно интересно заниматься. Потому что ты понимал, что твоя работа, внимание, она очень важна, очень сосредоточена. Ты делаешь дело, которым слова уже не нужны. Ты высказываешься через тело, через движение. Его нельзя было разделить на жесты или на секвенции, как это у хореографов. Но вот вы увлечённо работали над этим. А где показывались? У нас были студийные показы на фестивалях Пантомимы. В то время ещё, да, в советские годы? Да, 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 да. Ещё в то время, да. А вот вы замечательно принесли такие чёрно-белые фотографии. Вот это вот, да, давайте покажем. Вот это вот она и есть, да, студия Терромобиле? Да. Вот там руководитель Вадим Михеенко, он теперь известный поэт Дима Керусов. Это 1984 год. 1984 год. А вот следующие фотографии, то, что вы принесли, тоже чёрно-белые, каждая фотография практически как картины, произведения искусства. Это уже более современное? Это наш театресный дом, когда мы стали заниматься контактной импровизацией. То есть вот для меня случилось так, что, открыв контактную импровизацию на мастер-классе, я обнаружила, что как раз там, наверное, ближе всего эта методика подходит к тому, что мне интереснее всего высказыванию, где слово не нужно, высказыванию через импровизацию. И к импровизации не просто так, а к импровизации осмысленной, где каждое движение, каждая секунда важна. Что такое контактная импровизация термин? Вот достаточно часто и на сайте, на вашем, на сайте фестиваля можно встретить. Давайте поясним, что это. Контактная импровизация — это направление, которое разработали в 1972 году американцы во главе со Стивом Пэкстоном и его компанией, товарищей. Стив Пэкстон был танцором у Мерса Кеннингхема, он имел полное танцорское образование и очень увлекался восточными дворствами и йогой. И вот в какой-то момент, именно в 1972 году, они решили создать такое направление, значит, учитывая, в 1972 год, Соединённые Штаты, лохматые, хиппи, всё только что 1968 был, он полностью в крови и в головах. И вот на этой основе ненасилие, демократии в глубине мозга, не только мозга, но до мозга костей, когда ты принимаешь то, что происходит, когда ты перерабатываешь это по-своему, и когда ты создаёшь из этого что-то новое. То есть физическая основа, она очень похожа на айкидо, но из него убран элемент борьбы. Люди, которые собрались, чтобы это попрактиковать, to practice it, так они говорят, то есть не то, что посочинить, а чтобы попрактиковать. Они, в них написано «атлеты», то есть кто-то танцор, кто-то занимался йогой, айкидо ещё чем. Но кто занимается обязательно в паре с кем-то, да? А может быть и большее количество. Это называется в группе. В группе. Да, контакт-импровизация — это игра с балансом, с весом, с центром тяжести своего и партнёра. И импровизированные сочинения всяких интересных штучек на основе этого. Основная их ценность, которую они проповедуют, — это удивлять. Удивлять себя, удивлять партнёра, удивлять. Ну, конечно, если это импровизация, то для партнёра каждый раз, каждое движение будет неожиданностью. А в чём тогда репетиции заключаются? Сейчас, подождите. Вот контакт-импровизация — это вот такое направление, которое многие относят к арт-спорту. Оно после этого расположилось по планете и приобрело всякие разные формы. Её используют танцоры в полный рост. То есть основа контакта-импровизации — для техники создания партнеринга, то есть всяких там интересных, красивых штучек, которые можно уже сделать хореографией, то есть зафиксированную форму. Но контакт-импровизация занимается ужасно интересно, поэтому она применяется и как social dance в некотором смысле, то есть на джейме где-нибудь в Германии или в Штатах может собираться до тысячи человек, которые заняты тем, что танцуют друг с другом, потому что это интересно. То есть как бы такой... Хорошее времяпрепровождение, в общем-то. Да, да, это другая сторона. Третья сторона — это арт-терапевтическая. То есть, естественно, там можно перечислять на много часов. Захотите, я вам расскажу или ещё кто-нибудь про терапевтические стороны контактной импровизации. Ну, я думаю, это отдельная будет тема вашей встречи. Да, да, да. Поэтому сейчас у неё есть совершенно разные направления. Есть применение в большей степени в области искусства, в большей степени в области театра, в большей степени в области танца и спорта, в большей степени в области социализации, в большей степени в области терапии. На границах они жутко тянут в разные стороны, до драк. А посередине там всё хорошо, Потому что можно танцевать и с теми, и с теми, и всё будет отлично, замечательно и интересно. Это контактная импровизация, что отложили её в сторону. Теперь к фестивалю, к танцу, к современному танцу. К современному танцу, конечно. К современному танцу. Современный танец в России. Вот про классический театр я рассказала. В 90-х годах стал приоткрываться железный занавес, и начали проникать оттуда всякие люди. Люди англоговорящие, в лучшем случае. Мы на английском тогда мало того, что не говорили. Мы ещё и понимали его по-своему, даже когда ему бы немножечко научились говорить. Поэтому то, как мы переняли здесь contemporary dance, называя его современным танцем, танцем, модерном, как угодно, это получилось уже что-то своё. Удивительное для них, вероятно. В худшем случае это копирование. А в лучшем случае это когда мы плохо поняли, что нам сказали, сели, подумали, придумали что-то своё. И тогда действительно получается уникальный, конкурентоспособный, аутентичный, отечественный арт-парадукт. Это у нас есть, слава богу. Вот, например, театр Игуана Данстеатра. Они тоже родом из пантомимы и пластического театра. Они до сих пор, уже 20 лет, делают всегда интересные, совершенно аутентичные вещи. Ну вот удивительно, я так понимаю, что совершенно разные направления, то есть вплоть до йоги получается, да, задействованы какие-то разные виды пластиков, задействованы. Да, но тело-то у нас, вот оно, две руки, две ноги, нос, у всех одинаковое. Дыхание, позвоночник, чё ж там. Но в каждой вот этой пластике у них своя философия. То есть вы как бы ото всех берёте чуть-чуть. Философия-то может быть своя, но у нас всё равно общий вес, дыхание и слова. Мы даже пытаемся подарить такие, чтобы вот мы с вами, например, понимали друг друга. Вот так и здесь. И йога, и айкидо, и классический балет. Когда это слушает один и тот же человек, да ещё, слава богу, на одном языке. Это всё вполне способно понять. Ну вот, кстати говоря, ещё Айсидора Дункан, она как, да, она же первая такая, была первым импровизатором, наверное, известным. Но, может быть, не первым, конечно, но вот в нашем веке, в 20-м. Она ещё и сюда приехала. Таким известным, да, приехала сюда пропагандировать. Да, и она мечтала о создании нового человека. Она говорила, что когда-нибудь наступит время, когда танец — это будет практически единственным средством выражения своих мыслей и так далее. Но, с одной стороны, это, конечно, утопия, понятно, но очень красивая идея, правда же? Ну, во-первых, это тогда об этом говорила не только, а тогда было много философов, товарищей, поэтов, танцоров и актёров, которые говорили об этом же, создании нового человека. А, и вот Хлебников, который мы только что занимались. Вы на его слова, да, на его стихи? Да, 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 да. И манифест по счёту на общественному вкусу, там просто об этом нового человека, всё остальное выкинуть, выкинуть, выкинуть подальше. Так вот, и не только Эсидора Дункан, там ещё другие более известные в Америке дамы, Рут Синдени и Марта Грэм, знаменитая школа Марта Грэм, которая и сейчас танцует постановки, которые создавались в начале 20 века, и куда конкурс огромный. Нового человека, ну, создали на тот момент нового человека, показали нам, и мы до сих пор смотрим на это, как на историческую картинку, и нам до сих пор интересно. Что бывает с теми, кто сильно верит в нового человека? Я даже придумала специальный термин, и надеюсь, что мы сделаем спектакль. Сейчас скажу, и будет подписано, что я придумала. Палеофутуризм. Вот как раз по Хлебниковому спектаклю мы хотим в таком направлении сделать. То есть такое воспоминание о будущем, как когда-то мы мечтали, как мы мечтали раньше, как это будет. Оно так не стало, но стало только в нашей фантазии. Может быть, ещё станет когда-нибудь. То есть мы перестанем мечтать, будет вообще ужасно. Мы с вами поговорим сейчас после небольшой паузы, прервёмся буквально на 2 минуты, друзья, далеко не уходите. Мы возвращаемся в студию на Невском проспекте. Напоминаю, в гостях у меня Ольга Сорокина, директор международного фестиваля «Слово и тело». Обсуждаем вот такой вот интересный симбиоз литературы, движения, пластики и прочего такого вида современного искусства. В первой части мы совершили краткий экскурс в историю. Давайте вернёмся в наши дни. Вот на сайте вашего фестиваля, ну вы сами говорите, что в задачу вашего фестиваля входит показать, как словесное наследие литературы взаимодействует с танцем, и как танец становится мостом между литературой и литературными сокровищами разных стран. И демонстрировать какие-то грани от этого. Да, да, да. Так, вот насколько это понятно, вот все вот эти ваши помыслы и желания понятны зрителям? В большей или в меньшей степени. Так же, как книги, которые вот у нас здесь рядом находятся. Некоторые понятны всем, некоторые понятны больше, а некоторые требуют знания контекста, знания того, откуда это взялось. Может быть, знания пластической культуры большего. Но я не могу сказать, что это недоступно, абсолютно не может быть доступно. Достаточно просто открыть свои глаза, своё сердце. Но это требует внимания, как вы сказали. Да, это требует внимания. Большая редкость сейчас, кстати, сложно сосредоточиться. Да, да, да. Как сказал недавно мой учитель Пантомима, Вадим Михеенко, Пантомима — это в первую очередь распределение внимания, чтобы сделать стенку похожей. Если зрители увидели вот эту самую стенку, я должна поверить, что она там есть. Я должна направить своё внимание в эту стенку. Я должна почувствовать её в своей ладони. И тогда она возникнет. Но тело моё для этого, может быть, каким угодно, оно не обязательно должно быть телом танцора, телом балерины. Это должно быть тело, в котором работает внимание. Только это. Поэтому, в принципе, это доступно профессионалам танца, актёрам, просто людям и даже инвалидам. У нас в фестивале часто участвуют в миксабилити театры. То есть все те, кому есть что сказать. Это основные критерии отбора, да, вероятно? Да, да, да. На вашем фестивале. Именно это. Именно это. Осмысленность высказывания. Все, кому есть что сказать. Потому что вы рассказывали, я понимаю, что этим видом искусства можно заниматься только в компании друзей. Но невозможно приходить с чужими по духу людьми заниматься этим. Я подозреваю, что вообще искусство — это коммуникация такого особого рода, которая основывается на общем контексте. Если нет общего контекста, то нет коммуникации и нет произведения искусства. Просто эта коммуникация может быть и с близким человеком, и с далёким человеком. Почему акцию в театре? Музыканты в оркестре не всегда лучшие друзья. Прямо скажем. Но при том, когда они играют, они таким образом общаются со зрителем. Это да. Они туда посылают, да. Нет, но здесь, наверное, нет. Это, пожалуй, сложный вопрос. То есть если в балете может быть постановка, где ближайшие враги там суют в паре, кто делает это прекрасно, то в таком искусстве, наверное, это сложнее. Потому что, конечно, важнейшей двигательной силой является энтузиазм. Потому что коммерческого механизма, который бы поддерживал такое искусство, требующее внимания, нет. И быть его не может. Поэтому иллюзии такой, что мы будем собирать залы и получать большие деньги, у нас нет. Но у вас, вероятно, это какие-то небольшие камерные залы, или квартирники, может быть, даже. Да, да, да. В этом году мы решили остановиться на арт-клубе «Куклы», потому что у них как раз это есть. И мы очень жалеем о том, что мы не можем охватить площадки, в которых мы работали раньше, и надеемся работать с ними дальше, как музей Достоевского и РАРТ, и театр Особняк нами очень любимый. Но мы будем продолжать, мы будем делать это дальше. Потому что мы-то есть, и наше желание работать, и желание высказываться, оно есть, и есть необходимость высказываться. Вы ежегодно еще проводите мастер-классы, устраиваете? Да, конечно. В этом году тоже, да, наверное? Да, в этом году. А кто посещает эти мастер-классы? Это танцоры, это хореографы, это педагоги. То есть они для себя там что-то новое, да? Возможно, могут найти какое-то новое видо искусства. Бывает мастер-классы именно учебные, простите, а бывает мастер-класс, который ведет к проекту, к созданию чего-то, что прямо можно показать на фестивале, сделать вместе. Ну да, для этого, как правило, фестивали тоже очень важны, для того, чтобы рождались новые проекты. Фечь сказать, можно? Да, 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 конечно. Что это очень большой повод, как у вас говорят, информационный повод. Вот так создание фестиваля это повод к тому, чтобы показать, чтобы собрать людей, которые имеют общий интерес, и к тому, чтобы создать, какие-то вещи. Если, допустим, я знаю, что я покажу на фестивале вот этот вот отрывок, то я буду с большим интересом активности его делать, даже если я знаю, что никто мне за это не заплатит. Я знаю, что придут люди, они это увидят, и я увижу единомысленников. Раньше, например, в 90-х годах было такое объединение, другой танец, показывалось в ДК «Красный октябрь». Денег не приносило. В конце концов, в основном, за этим оттуда выгнали. Но это был очень важный культурообразующий узел, потому что это было поводом для того, чтобы собирались люди смотреть и выступать, смотреть друг на друга, обсуждать, думать, что же мы хотим на самом деле, ради чего мы всем этим занимаемся, ради чего мы, в конце концов, живем. Вот так и тут. Я думаю, что одна из важнейших целей фестиваля – это создание повода, причины, создания контекста, в котором можно сделать такие вещи. И встречи людей, объединенных этим общим интересом. Как профессиональные танцоры оценивают то, что вы делаете? Ну, мы у них не спрашиваем. Вообще какие-то есть точки соприкосновения? Конечно, есть, потому что им тоже интересно заниматься тем, чем им интересно. Смотрите, за эту втологию. Да, но я просто так понимаю, что многие участники – это не профессиональные танцоры, не танцоры вообще, они могут быть в обычной жизни. Ну, это танцоры, в основном, это, конечно, танцоры, да. И актеры, да. И актеры, понятно. То есть те, кто посвятил свою жизнь или огромную часть своей жизни выступлению на сцене перед публикой. То, что я преподаю еще математику, Датфенеки, в сущности, это то же самое. Математику преподавать легче, я бы сказала, чем танцевать импровизовать, потому что у тебя есть студенты, которые просили передать им привет. Есть тема, есть теорема, которая здесь начинается и здесь заканчивается. В крайнем случае есть учебник, в котором все написано. А в перформансе есть откуда и есть куда, но ты не всегда знаешь, как. И могут быть неожиданности, из которых надо выруливать, и это бывает сложно. Это, конечно, вообще интересная тема. Действительно, вот вы с вами сказали, вы преподаете высшую математику в нашем финансово-экономическом университете. Как сочетается у вас танец и математика? Во-первых, благодаря тому, что я столько лет еще тренируюсь в области математики, я могу так долго с вами об этом разговаривать, не теряя разговоры, смею надеяться. Потому что вообще говорить о современном танце или писать о современном танце это ужасно сложно. И таких людей не так уж немного, которые способны. Они боятся это делать. Я вообще не представляю, как можно писать. Так же, как писать сложно о музыке. О музыке еще можно нотный пример, вероятно, вставить, и тот, кому нужно, он подойдет к роялю и сыграет этот нотный пример. Ну, можно, конечно. Можно сравнивать, анализировать. Потому что даже вот эти дивные фотографии, которые вы принесли, да, тут... Это в основном контактная импровизация. Это наши старые фотографии. Нас фотографировал Сергей Пантелеев. Да, мы видим красивые позы, тела, выразительные. Вот это импровизация. Это просто схваченная импровизация. И дает нам представление о танце... Потому что танец — это движение. Ну, в любом случае, танец — это движение. Поэтому я не очень понимаю, как можно написать. Танец — это внимание и сосредоточение, в первую очередь. И движение, потому что мы живем, мы движемся, мы разговариваем, мы тоже движемся. То есть это наш образ жизни. И танец — это собирание внимания. Вот японский танец, бутуа, например, это как раз оно и есть. Это игра со вниманием. Просто у японцев бутуа это сделали ярче и сильнее всех, не всех, но многих окружающих. Рядом стоящих. Наши литовцы делали то же самое в 70-х годах просто. Называлось это по-другому. Они не знали тогда об луту. Что это вообще такое? Это был пластический тиран. Просто интуитивно делали примерно то же самое, да? Да, да, да. Интуитивно и импровизировали. И мы его с Вадимом Михеенко тоже. Импровизировали очень много. Мы знали, что мы делаем, мы знаем, зачем мы делаем. Мы искали сюжеты, мы находили сюжеты, мы играли в них дальше. Мы верили в то, что мы делаем. Это как детская игра, только это уже взрослые. Какие сюжеты в этом году на вашем фестивале будут представлены? Вы уже знаете об этом? Какие-то я знаю. Да, это будет проект нашего друга-американца Боба Айзена, который хочет сделать именно проект. Он знает импровизацию американскую, как раз, downtown modern dance, с самого времени ее создания, 70-х годов. Вот он как раз один из тех немногих людей, который может рассказать это, в общем, почти на русском. Русский он тоже изучает уже 10 лет. И он хочет сделать проект как раз на базе своих знаний и на базе некоторых умений и навыков, те, кто к нему придут. Вот это раз. Мы покажем спектакль по Хлебникову. Мы будем его делать дальше и дальше. Наши друзья из Москвы, группа «Плантация» покажет новый проект. Я пока не знаю, о чем именно он, но они работают с очень тонкой актерской импровизацией, с тончайшими гранями актерской игры, в которой соединяется импровизация и постановка. В общем, в любом случае будет много интересного. Тема неизвестна, да? Я, честно говоря, неизвестна. Просто пока вы назвали Хлебникова, какие еще, может быть, авторы будут? А, какие авторы будут? Так, не помним. Хорошо. Это в любом случае связано с… Не обязательно ли мы с литературой. Часто бывает со словом, с буквой, с текстом. Да, да, да. Ну это мы говорим, да, с алфавитом и так далее. С алфавитом, да. А страны в этом году, какие страны приедут? В этом году у нас поменьше, поменьше, поменьше. Мы ждем нашу хорошую подругу Момонику Хёрстед из Норвегии. К сожалению, не сможет в этом году участвовать Лиза Пенсии. Собственно, с ее спектакля по Мандельштаму начинался фестиваль. Эта идея так и появилась, когда она сделала спектакль, совершенно хореографический, на вот этой вот грани понимания поэзии Мандельштама и Писсимова, переведенных на английский и пропущенных через сознание и фантазию хореографа финского Лизы Пенсии, образованной в Голландии, то есть самой современной хореографии обученной. И Мандельштам. И Мандельштам. Получилось у них совершенно потрясающий спектакль, после которого я как раз поняла, что вот этим стоит заниматься и тратить на это силы и время, потому что это было очень здорово. Это нам открывало и те грани, которые мы за хорошим пониманием текста, слишком хорошим, за лёгкостью, можем не увидеть. Такую тонкость и, конечно, щемящую боль. Потрясающе еще к вам приезжала танцовщица с такой сложной фамилией Ричардс Дортир. Ричардс Дортир, да, Анна Ричардс Дортир из Исландии. Потрясающим номером, у нее была, по-моему, уборка. Уборка, да. Уборка на весь белый свет. Она делает, это даже не просто номер, это проект, который она делает в разных точках земного шара. Насчет уборки, насчет того, как важно наблюдать частоту, навести порядок вокруг себя, внутри себя и везде. Вот еще в прошлом году приезжал очень нами любимый проект. Они сначала назывались «Голодный театр», те называются «Театры другие пространства». Тоже из Финляндии руководит Эссо Киркопельт. Он теперь профессор театральной академии в Хельсинки. Они обнаружили вдруг, что репетиции часто бывают гораздо интереснее, чем показы. Я тоже так считаю. И они сделали совершенно фантастические спектакли по голему. Они делали упражнения и приглашали зрителей принять в их участие в этих упражнениях. То есть ты, будучи зрителем, ты переживаешь этот спектакль, участвуя в нем сам. Вот я как раз вас хотела спросить, вообще можно привлечь внимание, о котором вы говорили, современного зрителя? Ведь его же надо заинтересовать. Я понимаю, что вы объединены общим интересом, фестиваль, вы съезжаетесь. Но в любом случае любое искусство должно иметь своего зрителя, правда же? Сейчас скажу. Мне кажется, что в эпоху после постмодернизма, когда уже информационной загадки для нас нет, мы можем найти всё щелчком мышки или даже просто прикоснувшись пальчиком туда, куда надо, важно остаётся только то, что сердце к сердцу говорит в нем привете. То есть живое человеческое общение, живое дыхание, любовь, в конце концов, это же самое главное для нас и было, и остаётся. Поэтому удивить кого-то у нас уже не получится. Открываем компьютер и удивляемся столько, сколько хочется. Живое общение – это что-то другое. Это не столько удивление, сколько что-то другое. Ну вот, пожалуй, да, любовь. И вот это удивление, да, может быть, оно более медленное, оно более постепенное, более такое, более проникает за слоем, за привычки и установки, и привычные смыслы. И вот когда это происходит, тогда я понимаю, что я не зря трачу на это столько времени и сил, отливая его у семьи, у чего-то ещё, у чего-то ещё. Ольга, нам, к сожалению, нужно с вами прощаться, наступило время. Знаете, я вам не желаю стадионов, зрителей. И я понимаю, что вам это и не нужно совершенно, потому как всё-таки я понимаю, что ваш зритель должен быть рядом. Я поняла, как вы должны поблагодарить своих подруг и коллег, с которыми мы это делаем. Хорошо. Очень важно. Это важно, я согласна. Поэтому я вам желаю всё-таки найти именно вашего зрителя, чтобы он у вас был всё время, вот ваш благодарный и преданный, тот, который понимает то искусство, которым вы занимаетесь. Да, спасибо. И удачи вам большой. Я напоминаю, в гостях у нас была Ольга Сорокина, директор Международного фестиваля «Слово и дело». И «Тело». «Слово и тело», безусловно. Ну а мы наш эфир продолжаем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.